И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, всем тем накопившимся темам, которые у нас появились в игре. Я немножечко так выбыл на какой-то определенный период времени, появилось очень много интересных моментов, о которых я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить. На фоне, записал там пару фрагментиков, будет какая-то определенная раскаточка. В общем и целом, что я могу сказать, появились у нас изменения в челлендже, не знаю в какую сторону они будут направлены, в лучшую или худшую. Также появился новый эффект подавления, Тесла уже на финальной стадии, значит что она совсем скоро будет уже у нас в игре. Ну и плюс день рождения ТО начался, ну и я бы не сказал, что есть какие-то положительные, максимально грамотные и качественные изменения в онлайне. Пока что онлайн у нас с праздником особо сильно не подрос. Поэтому обо всем по порядку пройдемся, поговорим, если разговорного рода видосы все еще актуальны, я давно их особо не записывал, да, то обязательно тоже не забудьте поддержать, ну и свои какие-то мнения в комментариях тоже пишите по поводу этой всей ситуации. Что касаемо челленджа, начнем с него. Если сейчас у нас имеется два челленджа за месяц и стоимость одного челленджа равна 500 танкоинам, то уже со следующего месяца, а именно непосредственно с того дня, как вы смотрите данный видеоролик, уже у нас по полторы, по полторы тысячи за один челлендж стоимость, да. И ко всему прочему я, честно говоря, не особо понимаю, да, как бы, не, ну с точки зрения разработчика, конечно, понимаю, да, для чего это делается, да. Кто-то хочет хорошо формануть, заработать, да, и уже, ну не знает, где там что поднабрать, подсобрать и придумали такую схемочку, да. То есть это очень странное решение, да, которое в довольно такой трудный период для ТОшки и так может, как бы, ну, кисленько повлиять на всю эту ситуацию. Но там есть какие-то свои определенные подводные камни, то, что там вводится новый скин-контейнер, вроде как в нем будут теперь танкоины, да, возможность выбить их. Не знаю, в каком количестве, никто об этом пока ничего нигде не говорил, либо я это где-то как-то упустил, пропустил. Да, и формануть якобы за сам челлендж тоже можно будет минимум там около 600-700 там танкоинов, да, то есть если раньше можно было сотку получить в цепочке, да, с бесплатки, извиняюсь, плюс БПшечка, да. То есть это 500-ка и того вы в минус 4 сошли, да. То теперь там ситуация обстоит немножечко другим образом и за полторы тысячи, если покупаешь и в плюс там даже если 600 идешь на минус 900, ну это прям полный габалей. И я не знаю, если реально такая ситуация будет, то как они вообще собрались это все дело преподносить. Но скорее всего там есть какая-то другая дополнительная формилка и якобы бонусы с челленджа будут еще круче и больше, да. Вопросов пока что очень много и непонятно до конца для меня лично, как это все дело будет работать, но такая стоимость уже наводит на довольно-таки плохие мысли, да. И я вчера посмотрел только видеоблоги, да, и с подавлением видеоблог, да, и вот с этим челленджем новым, да, я пока в смутениях, да, то есть в смутениях. Я не понимаю как бы какую сторону это все дело будет, да, то есть положительно, неположительно, да, то есть будет ли в этом какой-то дополнительный профит или нет. Но больше я, конечно, склоняюсь к тому, что это тема, при которой я теперь никогда не буду покупать, да, то есть если я за 500 покупал там ради устройств каких-то эту линейку, то теперь за полторашку я так понимаю, что я не собираюсь вообще покупать эту линейку. Если там реально все, ну, примерно так, как я для себя представляю, да, то есть там скин-контейнер, с которого там сотка может максимум упасть, и в сумме там 700, да, даже, ну, при лучшем раскладе там 700-800 танкоинов, но это все равно там минус 700-ка, да, даже если там дадут 3 дня там према, там 30-40 контейнеров в сумме, да, то есть, ну, это все равно, ну, никак не окупается, ну, абсолютно, вообще никак. То есть в этом нет никакого смысла, при том, что у меня там осталось 10-15 устройств, из них практически все полный мусор, шлак, бесполезные, которые мне вообще не надо, да, то есть даже тот на арес устройства с иммунитетом от поджога, которое якобы должно было быть мне очень нужной, я очень сильно его хотел, да, оно мне не дропало. И эту схему тоже взяли, занерфили, то есть она теперь больше не работает, то есть мне, по сути, это тоже не надо, да, то есть, ну, я не вижу вообще теперь никакого смысла там в покупке этой всей темочки, да, посмотрим, конечно, как это все дело будет, но пока я не вижу никакого абсолютно смысла в этой всей теме. Что касаемо нового эффекта подавления, с этого я был, короче, вообще в шоке, я зашел в ТО, я как бы не играл 3 дня, да, вчера зашел, и, ну, я вообще не понял, типа, ну, для чего вот эту шляпу вообще сделали, ну, для чего, ну, просто, зачем новый какой-то эффект, ну, для чего, ну, просто, ну, для чего, объясните мне, пожалуйста. Ну, зачем стопить оверы, да, то есть, ну, вот у чела есть овер, да, его берут и стопят, да, окей, хорошо, добавили это бомби, добавили это хантеру, но расстояния же должны какие-то работать на эту всю тему, то есть там хантер, мне говорили, я видел, да, то есть там хантер стопит на пол карты, и у чела просто этот эффект срабатывает, то есть он не может прожать в тайминг овер. У меня, например, вчера была в бою ситуация, где я влетал в базу, а, нет, я вез флаг, и у нас начинали увозить его, да, на мостах, из хантер, который отреспался с другой половины карты, прожав просто овердрайв, нанес мне это подавление, не смог прожать овердрайв на викинге, у меня увезли флаг, и я ничего не смог сделать. То есть у меня есть потенциально овер, который я хочу грамотно реализовать, и тут появляется какая-то, какая-то новая дичь, просто, ну, дичь, то есть как может чел со своим овером с базы, там, ну, я, ну, не знаю, сколько там, если по танковым меркам, там, метрах считать, ну, то есть, ну, я не знаю, сколько там, ну, полторы тысячи, может, да, может даже больше, я не знаю, хз, ну, дофига, короче, ну, представьте, мосты, да, и один мост, второй мост, да, параллельно идущие, Ну, это просто габела, да, и, ну, делать такую дичь ради чего, я не понял вообще никакого смысла, плюс, конечно же, ну, конечно же, новые иммунитеты от подавления, это вообще дичь полнейшая еще дополнительная, которая тоже, по сути, никак не нужна, и, ну, я недоволен, определенно, да, то есть, ну, этот эффект, это полное дерьмо какое-то, если не занерфит, и вот это вот так будет работать с Хантером, с Воспом, боже, зачем вообще, ну, вас вообще делают очень крутым, да, и вот пока вы видите то, что получилось, я нашел новую прикольную камбуху, и, скорее всего, вы эту камбуху увидите чуть пораньше, чем этот видеоролик, потому что, ну, если в этом видосе бы вы увидели, вы были бы вообще в шоке, поэтому я сделаю это немножечко другим образом, но прикольно получилось, да, и Восп делают реальные имбови, хотят их подбалансить под ховертанки, но ховертанки уже сейчас, как по мне, абсолютно не актуальны, и у них нет никакого смысла, и теперь надо вот именно приспосабливаться к старым добрым корпусам, но увеличивать нагиб обычных корпусов за счет придания овердрайвам дополнительных эффектам по типу вот этого подавления, Ну, я считаю, что это перебор, определенно, да, Хантер и так очень неплох, да, то есть он стопит, он отключает расходку, теперь он еще и наносит подавление, но он не должен наносить такое подавление на таком расстоянии, бомба тоже теперь очень жесткая, и стопит, расходку отключает, и обездвиживает, и поджог наносит, теперь еще и дополнительно вот эту вот темочку наносит, то есть, ну, я просто поражаюсь, да, с таких моментов, окей, хорошо, подбалансит, но не в таком ключе это надо делать, да, может быть, это экспериментальная тема, но пока это выглядит очень сыро, недоработанно, и я максимально с этим не согласен. Что касаемо самого старта ТО, день рождения, да, там по скидкам, как бы, вопросов никаких особо нету, все хорошо, первый ивент, который был у нас с вас по громам, мне зашел, я сыграл на нем один бой, к сожалению, да, у меня не было времени, и не было возможности все это дело тестить, играть, смотреть, но по ситуациону могу сказать, что очень прикольно было, к сожалению, я, правда, вот не смог все это дело показать на стримах, потому что многие ребята захейтили, сказали, что это все говно полное, но если бы я вам бы показал немножечко определенную камбуху, при которой можно было бы это все дело реализовывать, возможно, у вас бы мнение тоже бы поменялось, но, как я уже сказал, к сожалению, это все дело не смогли мы грамотно показать и реализовать, поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по поводу челленджа, по поводу нового эффекта подавления, по поводу старта дня рождения ТО, по всем этим ивентам, будет интересно с вами пообщаться, фидбэк какой-то получить по всей этой ситуации, ну и, возможно, вы мне тоже что-нибудь интересное расскажете по тем моментам, по которым я сегодня прошелся. Если видос зашел, вы, как бы, имеете что-то определенное, вес какой-то, там, может, сказать что-нибудь хотите, пишите в комментах, поддерживайте видос, если понравилось, если ждете что-то подобное новое. Я в ближайшее время буду стараться, ну, уже возвращаться, да, с большей активностью, нежели это было у нас в последнее время. Ну и, если подобного рода видосы вам будут нравиться, активность будет хорошая, то я думаю, что будем врываться намного чаще с какими-то разговорными такими темами. У меня, друзья, на этом все. Проживайте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Ванька, всем удачи и всем пока!